Здравствуйте! Мы продолжаем серию передач «Закон и бизнес». Но нередко закон напоминает кулак, занесенный над бизнесом. Как сделать так, чтобы он был максимально безопасным для предпринимателей? Об этом мы говорим в ближайшие 25 минут с моим сегодняшним собеседником, директором Института контрабанды Александром Отдельновым. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Аркадий! Хотел бы сразу сказать, что не Института, а Музея контрабанды. Да, я оговорился. Но судя по объему, вы уже постепенно превращаетесь в некий Институт. Очень благодатная тема, она позволяет расширять ее ежедневно. Новости есть ежедневно, а тенденции не меняются уже тысячи лет. Как, на ваш взгляд, последние несколько лет менялись тенденции на таможне? В отношении бизнеса, который привозит, увозит, и бизнеса, который предоставляет такую замечательную услугу, как музей. Ну, то, что касается украинской таможни, за последние несколько лет очень бурные события проходили на Одесской таможне. За неполных четыре года существования нашего музея на Одесской таможне сменилось уже 16 руководителей. Очень, наверное, сложное место, немногие могут там удержаться. И я думаю, что тенденции таковы, что этот процесс будет продолжаться, потому что сейчас премьер-министр озвучил планы по радикальному реформированию таможни. И надеюсь, что это реформирование принесет в украинское таможенное законодательство больше ясности. Основная проблема, которая существует сегодня, возможность разночтений при определении, при таможенной классификации экспортных и импортных грузов, которая, в свою очередь, может давать поле для злоупотреблений. В таких государствах, как Украина, импортозависимых и транзитных государствах, Украина, благодаря своему уникальному географическому расположению, транзитное государство имеет огромный транзитный потенциал, который не развит сегодня практически, ну даже если развит, то не более чем на 10%. Доходная часть бюджета на 45-50% состоит от таможенных платежей, связанных с обработкой транзитных грузов и с теми платежами, которые платят импортеры. В Украине на сегодняшний день эта цифра значительно меньше и очень много проблем с этим связано. Нельзя было реформировать только одну одесскую таможню, так как это пытался делать Саакашвили с Марушевской. И проблема даже не в таможне, проблема в реформировании всего налогового законодательства в Украине. Самая основная задача в этом реформировании, это введение прозрачных правил, которые не будут меняться какой-то относительно длительный срок. Я думаю, что если мы возьмем обязательство, или наше правительство возьмет обязательство, не реформировать налоговое законодательство хотя бы 5 лет, то это даст бизнесу время для того, чтобы развиваться по правилам игры, которые ему озвучат. Самая большая проблема для бизнеса это постоянные изменения в законодательстве, в налоговом законодательстве. И отношение предпринимателя и государства похоже на игру в кошки-мышки. Государство выставляет новые правила игры, предприниматели, их адвокаты, юристы, финансовые консультанты прикладывают всевозможные усилия для того, чтобы обойти эти новые препоны. После этого государство предлагает еще что-то новое. Необходимо сделать так, чтобы законодательство не менялось. Это даст возможность бизнесу работать, не опасаясь новых правил игры, которые могут резко ухудшить состояние бизнеса. Александр, зачем вы обижаете таких замечательных животных, как кошки? Ведь государство мало на него похоже. Вот история с Носеровым, не могу вас не спросить, как вы к ней относитесь? Вы знаете, я могу сказать, что можно, конечно, по-разному оценивать эту историю. Точку в ней поставит суд. Потому что на сегодняшний день Носеров обвиняется в Национальном антикоррупционном бюро. Руководитель службы. Он обвиняется по эпизоду с отсрочкой налоговых платежей некой нефтяной компании. Это то, что мы сегодня знаем, то, что нам озвучили. Инкриминируемый ущерб 2 миллиарда гривен, 100 миллионов залог для выхода из СИЗО. И это есть, это самый большой залог, который официально был заплачен за подозреваемого. Это уже хорошо. Раз такие суммы действительно... Потому что легальность этих 100 миллионов проверялась, они легальны. И это тоже не может не радовать. И окончательно судить человека можно будет только после того, когда суд вынесет свое решение. Это цивилизованная практика. И я могу сказать, что за историю Украины, я абсолютно уверен, что это будет повторяться и в будущем, очень часто люди попадали, попадают и будут попадать под каток правоохранительных органов, на самом деле, будучи невиновными. Потому что так складывается ситуация или политическая воля есть на это. Для этого необходимо, в первую очередь, реформирование судебной системы. И суд в любом государстве определяет, виновен человек или нет. Да, безусловно. У нас есть презумпция невиновности. Но легальное происхождение этих фантастических сумм бьет, тем не менее, по нашему, во многом еще советскому сознанию. Ну, вы знаете, дело в том, что 25 лет Украина живет по законам бизнеса. И деньги – это такой предмет. Если они появляются, то обязательно у кого-то их больше, у кого-то их меньше. И очень многие люди потеряли деньги. Но, поверьте, достаточно большое количество людей заработали, нашли потерянные деньги. И те особняки, которые, в общем-то, облепили все Одесское побережье, весь Одесский залив, это самый яркий пример того, что подтверждение того, что в нашей стране, и особенно в нашем городе, очень многие люди зарабатывают достаточно крупные деньги. Легально или нет, очень много легальных денег, потому что достаточно крупные заработки в нефтехимии, в нефтепродуктах, в сферах бизнеса, которые связаны с экспортом, с импортом, с железнодорожными перевозками, с богатых людей становится все больше и больше. Может быть, не такие быстрые темпы этого роста, как многим бы хотелось. Но я уверен, что богатая страна – это страна, в которой и мало бедных, и много богатых. Я хотел с вами возразить о том, по поводу того, что богатых становится больше, но и бедных становится, к сожалению, больше. Причем становление больше идет достаточно быстрыми темпами. Но у меня к вам конкретный вопрос. А как вы нашли деньги на ваш музей? Если это не военная тайна. Нет, это не военная тайна. Я больше 20 лет трудился на разных должностях в бизнесе. В основном это были должности топ-менеджеров. А в какой сфере? Последнее, то, чем я занимался перед созданием музея – это аутсорсинг питания в вооруженных силах и оптовые поставки продуктов питания. Здесь, в Украине, оптовая торговля. И музей на самом деле – это прежде всего труд, а не деньги. Это те знания, которые мне удалось накопить за всю жизнь. Это помощь очень многих моих друзей, которые помогали мне создавать этот проект. И самое главное, что мне очень нравится делать то, чем я сегодня занимаюсь. И именно вот эта любовь к бизнесу или к тому делу, которым ты сейчас занимаешься, во многом помогла мне пережить те сложные времена, которые наступили после Майдана и после начала войны на Востоке. Ясно. А какие устаревшие законы мешают вам жить более-менее спокойно? Вы знаете, я не могу сказать, что сегодня мне какой-то конкретный закон мешает жить. Я могу сказать другое, что, к большому сожалению, в украинском законодательстве за 25 лет было принято очень много законов, которые сегодня не используются. Ну, это и законы, связанные с налогообложением, законы, связанные с определением налогооблагаемой базы. Но в случае необходимости проверяющие органы могут воспользоваться этими законами. Достаточно много опасений вызывало у нас поднятие минимальной заработной платы. Практически больше, чем в два раза поднялась минимальная заработная плата. Но могу сегодня уже смело сказать, что наши опасения не подтвердились. Да, выросли, очень сильно выросли розничные цены. И зачастую непропорционально. Потому что, например, сегодня мы по стоимости, например, твердых сыров сравнялись или даже обогнали Польшу. Но в Польше культура сыроделия на 20 лет старше, чем наша украинская. Сыры значительно лучшего качества. И здесь как раз вступление Украины в ВТО и снятие экспортных, вернее, простите, импортных пошель на ввозимые продукты питания сыграет положительную роль для потребителя. Потому что украинские производители сегодня уже достаточно серьезно чувствуют конкуренцию со стороны восточноевропейских производителей. И все больше достаточно качественных импортных товаров появляется в наших магазинах. Кроме известных этих 3200, какие новые законы вам мешают или вызывают опасения? Вы знаете, дело в том, что у меня вызывает больше опасения перекладывание налоговой нагрузки с крупного и среднего бизнеса на малых предпринимателей. Я совершенно недавно прочел в интернете статью о том, что наше правительство планирует в следующем году довести цифру поступления в бюджет от крупного бизнеса до 40% от совокупной доходной части бюджета. Это очень хорошо, но во всем развитом цивилизованном европейском мире малый бизнес – это прежде всего самозанятость населения. И зачастую государство датирует малый бизнес для того, чтобы он создавал рабочие места, тем самым забирая безработных с попечения государства на попечение малого бизнеса. К сожалению, наше государство в этом отношении никак не стимулирует предпринимателей, а повышение штрафных санкций за неоформленных сотрудников достаточно многих пугает. Кроме того, последние законодательные инициативы перед наступлением 2017 года привели к тому, что десятки тысяч предпринимателей, так называемых спящих предпринимателей, были вынуждены закрыть свои предприятия как физические лица предпринимателей для того, чтобы не платить налоги за тот период, когда они не работают. В то же время я могу сказать, что с моей точки зрения самое главное разделить малый бизнес и немалый бизнес. Потому что во всем мире все таксисты – это частные предприниматели. Когда компания Юбер зашла в Киев, они смогли найти только несколько десятков таксистов на 5-миллионный город, в котором ездят десятки тысяч такси, у которых были бы оформлены документы. В то же время очень часто крупным бизнесом используется форма физическое лицо предпринимателей. Доробятся. Да, безусловно, уходят от налогов. И здесь тоже можно достаточно легко навести порядок, описав, в каких отраслях экономики возможно введение такой упрощенной формы отчетности и льготного налогообложения, а в каких нет. Это уже много раз делалось, но знаете как, если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Ну конечно, мы же понимаем, кому это нужно. А какой вы видите баланс среду, есть такой термин в бизнесе, ну оптимальной сегодня? Простите. Баланс между отраслями, между заработками и так далее. Знаете, я могу сказать, что есть формы бизнеса, которые никак невозможно делать иначе, чем частным предпринимательством. То есть, если у человека есть маленькая кофейня, где работает он, его жена и двое наемных работников, это частный бизнес. Обувная лавка, ремонт часов, то практически большая часть сферы услуг. В то же время, скажем, если предприниматель открывает, скажем, торгово-развлекательный комплекс с оборотами многомиллионными, или там миллионными, или даже многомиллиардными, то назвать это малым бизнесом тоже нельзя. Здесь необходимо очень детально дифференцировать на конкретных примерах. И боюсь, что даже с первого раза полностью разделить это не удастся. Ясно. Возвращаемся к тому, с чего мы начали, к таможенным делам. И буквально сегодняшняя новость о том, что подписан протокол о предназначении взаимных результатов таможенных проверок между странами ГУАМ. Это Грузия, Молдавия, ну и так далее. Вы считаете эту тенденцию положительной? Да, абсолютно положительной. Или это такое пускание неких мыльных пузырей? Нет, это очень положительная тенденция. И я считаю, что работу в этом направлении нужно только усиливать. Связано это с тем, что чем меньше будет занимать время оформления таможенных формальностей, тем больше можно пропускать грузов через определенные грузовые терминалы. Чем больше их удастся обрабатывать, тем больше на этом можно будет зарабатывать и, как следствие, больше налогов будет поступать в казну. Европейские нормативы на обработку транзитного контейнера – это 12-17 минут. Ситуация, когда еще 5 лет назад в Одессе транзитный контейнер мог простоять от 5 дней до 2 недель, совершенно неприемлема для крупных грузовых операторов. И, как следствие, объем перерабатываемых контейнеров, которые проходили через порты Большой Одессы, то есть через Одессу, Ильичевск, Южный, упали в 10 раз. Да, а иные контейнеры задерживались по непонятным причинам и на более долгие сроки. К большому сожалению, у нас не предусмотрена законодательно материальная ответственность чиновника за убытки, которые по его вине может нести бизнес. Попытки судебного давления на чиновников есть, они будут продолжаться, но тема достаточно скользкая и здесь на самом деле лучше не спешить. Сегодня, когда делаются достаточно серьезные шаги по борьбе с коррупцией, ну, по крайней мере, Луценко ежедневно в Фейсбуке отчитывается о том, что посажен, вернее, задержан очередной коррупционер, потому что, к большому сожалению, очень часто у нас это все напоминает спортивную рыбалку. Вот, собрались, подготовились, поймали, взвесили, выпустили. Нет, еще почистили немножко. Ну, да, безусловно. Ну, кстати, может оно и лучше, потому что сняли наносное все, да, уплавать будет легче. Но, по крайней мере, 4 года, даже меньше, 2-3 года назад не делалось этого. И я абсолютно уверен, что в ближайшее время, особенно под давлением международных организаций, которые сегодня помогают Украине развивать демократию, вот эти вот количественные показатели перерастут в качественные. У нас осталось немногим более трех минут. Если можно, ответьте сразу на два вопроса. Последний. Самый значительный экспонат в вашем музее на Екатеринской 6 и самый последний экспонат в вашем же музее. Вы знаете, я начну со второй части вашего вопроса. Крайний, ну, последний, не принято говорить. У меня много друзей летчиков, они категорически не приемлют этого слова. Это макет контрабандного контейнера, который изготовлен из газового баллона. Внутрь баллона вваривается баллон из-под огнетушителя, он заправляется газом под давлением. Баллон полностью заполняется, дно у него съемное на резьбе. Баллон заполняется сигаретами. Дело в том, что удельный вес сигарет и удельный вес жиженного газа практически одинаковые. И в баллон можно положить 16-18 килограмм сигарет, либо 16-18 килограмм жиженного газа. И таким контейнером очень часто пользуются на яхтах, на судах, где плиты на баллонном газе. И это достаточно модно, и у таможенников очень мало возможности обнаружить подобную контрабанду, потому что они открывают вентиль с газом, газ продолжает выходить, он заходит достаточно долго, под очень большим давлением. И в баллоне ничего не происходит, то есть как бы обнаружить это достаточно сложно. Ну, наверное, самые любимые экспонаты, это экспонаты, которые находятся у нас в зале контрабанды времен СССР. Это знаменитые платочки «Люрекс», это катушки для ниток, на которых перевозили видеофильмы. Если можно, поясните зрителям, многие наверняка не знают, что это такое. Платочки «Люрекс» – это тонкие платочки, их называли газовыми или платочки «Люрекс». Сегодня они практически уже полностью вышли из моды, но в середине 70-х за мешок таких платочков можно было легко приобрести «Волгу» ГАЗ-24 или трехкомнатную квартиру в любом крупном городе Советского Союза. А другие экспонаты Советского Союза? Ну, там у нас очень много вещей, которые считались пределом мечтаний советского человека. Это двухкассетный магнитофон «Акай», журнал «Плейбой», импортные диски, импортные драгоценности, ну, в общем, а, ну, часы, очки. И, в общем, сегодня у, особенно молодого поколения, это все вызывает смех и некое разочарование. А в советское время очень многое из этого было пределом мечтаний любого советского человека. Ну, сегодня мы мечтаем о том, чтобы малому и среднему бизнесу было комфортно. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Спасибо, всего доброго. Спасибо и вам. Всего вам хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!